Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать о трех удобрениях, которые помогут улучшить состояние листов. Геларани, Пеларгонии, Замиакулькаса, ну и конечно других растений, если у вас имеются какие-то проблемы с листьями. Например, если вы содержите в зимнее время растения в домашних условиях, то они подвергаются огромному стрессу. Именно от того, что им становится дома жарко, или дома холодно, или дома сухо, или дома очень влажно. То есть проблем может быть куча, от чего у вас могут желтеть листья. У меня частая проблема по желтению листвы от того, что у меня дома жарко. А также я очень редко поливаю свои растения водой, поэтому они чаще желтеют и чаще засыхают. Но так как я не могу регулировать постоянно и контролировать весь процесс, потому что у меня дома 200 растений, больше 200 растений, и я не могу вовремя поливать каждый. То есть какие-то растения сохнут быстрее, а какие-то нет. Ну и бывают разные другие причины, по которым листья желтеют. Итак, первое удобрение. Нам понадобится всего одна таблетка. Этой таблетки называются витамины группы В. Старайтесь выбрать такие витамины группы В, где содержится как можно больше именно витаминов группы В. Например, вот такие витамины я покупала в аптеке, стоят 100 рублей, дешево, сердито, но очень эффективно, стою отметить. Витамины группы В водорастворимые, они легко растворяются в воде. И знаете, чем мне нравятся эти витамины, что они реально помогают. Я впервые познакомилась с витаминами, когда купила французское удобрение, витаминный комплекс. Оно охренительно просто дорогое. 30 мл стоило 3000 рублей. Я подумала, ну зачем переплачивать. Я посмотрела состав, и там огромный комплекс этих витаминов группы В. В1, В2, В6, В9. В общем, целый набор вот этих витаминов. И вы знаете, результат просто потрясающий. Растения просто оживают на глазах, они становятся яркими, зелеными. И у них начинаются активироваться боковые побеги. И они тоже становятся зелененькими. В общем, мне настолько понравилось это удобрение, что я, конечно, купила самые дешевые витамины группы В. Потому что я люблю подороже. Я люблю витамины в более усвояемой форме. Но так как цветы, им без разницы, какие витамины пить. Ну и самые дешевенькие для них тоже сойдут. Если у вас есть какие-то витамины группы В отдельно, например, фолиевую кислоту, никотиновую кислоту, кабеламин можно купить отдельно. Если вы их принимаете по какой-то причине, вы можете отдельно поливать витамины какими-то определенными витаминами. Знаете, некоторые цветы, которые у меня никогда не цвели, после этих витаминов начали цвести. У меня много тюльпанок распустилось благодаря именно витаминам группы В. А также они перестали желтеть именно листики. И стали активнее расти и набирать массу. Это, конечно, не стимулятор в виде азота. Но это регулятор такой вот именно образования листиков, которые помогают стимулировать именно зеленую листву. Итак, второе удобрение силиплант. На самом деле это просто название торговое. Это кремний в филатной форме, которая помогает усваиваться многим питательным веществам, а также помогает растению адаптироваться к любым условиям. Я не так давно, несколько месяцев назад, мне попалась статья про научные исследования кремния. О том, что благодаря кремнию повышается не только усвояемость питательных веществ у растения, и корешки восстанавливаются, и листья восстанавливаются. Но самое главное, что благодаря кремнию многие агрономы смогли получить больше урожая, большую массу растений, и растения перестали стрессовать. Суть статьи именно исследования была в том, что благодаря кремнию растения адаптируются к любым погодным условиям. Если у вас дома жарко, то растения меньше стрессуют от жары. Есть такие сорта у пеларгонии, которые вообще не любят жару. И для них плюс 30, плюс 28, и даже плюс 26, это очень много, и они от этого начинают желтить листву. Вот, благодаря кремнию растения меньше стрессуют на температурные перепады. Если, например, взять, что у вас растение содержится, например, на балконе, где у вас холодно, но так как растение все-таки не приспособлено к таким низким температурам, и от низкой температуры оно замедляет рост и тоже стрессует, вы можете влиять на развитие растений именно кремнием. Благодаря кремнию очень много исследователей о том, что они повышают урожайность. Например, исследования проводились на картофеле о том, что некоторое лето бывает очень холодным, некоторое лето бывает засушливым, а какие-то очень жарким. И во время вот таких неблагоприятных погодных условий агрономы теряли большое количество урожая. И чтобы как-то исправить ситуацию, агрономы нашли решение, начали поливать свои растения во время вот только посадки кремнием несколько этапов, и растение абсолютно не реагировало ни на низкие температуры, ни на жару, ни на засуху. И прекрасно росло в любых условиях. То есть оно как бы, знаете, благодаря кремнию появляется некая броня, и растение не реагирует на стресс. Я вот еще думаю, когда буду отправлять весной черенки, обработать их всех кремнием, для того, чтобы они не стрессовали во время переезда на дальние расстояния. Это средство мне понравилось именно тем, что оно на самом деле одно из самых эффективных для растения, чтобы снять стресс от неблагоприятных условий существования в среде, которая находится. Именно жары, холода, ну или любых других, которые они существуют. Даже, например, если грунт у вас плохой, то кремний помогает адаптироваться именно к плохому грунту. Итак, третье удобрение это древесный уголь. Я немного говорила. Он помогает вам избежать дома мошек, различных насекомых в грунте, а также в нем содержится много питательных веществ, таких как калий, кальций, фосфор, сера, магний. И благодаря этому он со временем не сразу, а со временем разлагается и подпитывает растения необходимыми питательными веществами. Вы этот грунт можете одну столовую ложечку подсыпать сверху на горшочек. И тогда это удобрение будет работать. Древесный уголь можно купить в любом садовом магазине. У нас он продается во всех садовых магазинах. Если у вас нету, то можно купить в интернет-магазинах или любых других магазинах. Он есть на Озоне, на Велборис. Ну и также можно купить уголь шашлычный. Но его надо растолочь не в порошок, а именно молоточком. Насыпаете уголь в пакетик и молоточком его стучите, и он становится потом порошочком. И такие вот покрупнее фракции, они тоже помогают. Смешиваете с грунтом, слегка так рыхлите, и получается отличное удобрение, которое помогает восстановить растение. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Всегда с вами Елена.